10 тысяч билетов разлетелись всего за один день, напомнили сегодня организаторы фестиваля имени Шаляпина. 32-й по счету, он традиционно соберет артистов со всего мира. Оперный форум пройдет в Казани со 2 по 18 февраля. Зрители ждут и любовь, и слезы, и сражения. Маргарита Петрова тоже вооружилась. Открывать фестиваль премьеры в Театре Джалиля давно стало доброй традицией. Вот и в этот раз здесь серьезно вооружились. Приготовили 12 шпаг для 12 фигра. Именно столько для своей постановки задумал режиссер. Объяснил, потому что образ давно стал брендом. В канун премьеры репетиции идут почти целый день. Из своеобразного ящика Пандоры на глазах у публики появятся персонажи разных эпох. Репетиции начались в середине января. То есть над постановкой спектакля уже трудятся дольше, чем в 19 веке, а синие над музыкальной основой. Композитор успел все, всего за 13 дней. Премьера будет энергичной, состав исполнителей – звездным. Главное здесь создать ансамбль, поделился режиссер. Мы обсуждаем каждую мизансцену с каждым, потому что она завязана практически на всех. И поэтому вот сделать ансамбль – это всегда сложно в стационарном театре, в эпитуарном театре, а в театре антрепризном, как коим является казанская опера, еще сложнее. Поэтому вот над этим мы занимаемся. И потом мы хотим достичь той легкости, которая есть в музыке, и хотя бы, чтобы публика улыбнулась. Режиссер более чем именитый, за плечами 250 постановок в России и за рубежом. И в Казани этот опыт не первый. Год назад Юрий Александров ставил здесь Аиду. В этот раз на оперу «Верди» соберется интернациональный состав исполнителей из России, Армении и Америки. А в составе «Порги и бес» вообще артисты со всех континентов. На фестивале американскую классику дают впервые. До этого ее исполнили лишь раз во время универсиады. Как и тогда в звездной роли Клары Мельба Рамос из Австрии. А в образе регалета предстанет Борис Таценко, один из лучших исполнителей этой партии в мире. Восхитить казанцев он мог и год назад, но заболел. Его прекрасную дочь Джильду споет Альбина Шагемуратова. Солистка Казанского театра чаще блистает то в Вене, то в Ласкало. И так каждый из фестивальных спектаклей уникум. Или, например, Евгения Негини, Татьяна, значит, поет Анна Самуил. Это сегодня европейская певица, которую знают во всей Европе. Или, например, ждали, когда Максимова сможет спеть карман. В этом году Шаляпинский фестиваль посвящен 140-летию казанской оперы. Напомним, раньше возраст театра считали от советской эпохи. Но бельканта звучит здесь 1874-го. 26 августа в городе впервые давали полную версию «Жизнь за царя Глинки». С вечера занимали очередь возле кассы, и кассу сломали. Пришлось вмешаться полиции, пока кассу не поставили на место, билеты не продавались. Но публика не расходилась, терпеливо ждала своего часа. Спустя век интерес к опере в городе также велик. Большинство билетов на фестиваль было продано в первый же день. 2014-й объявлен в России годом культуры. И Шаляпинский фестиваль – отличный старт для столицы Татарстана. Маргарита Петрова, Алексей Алексеев, ТНВ, Казань.